Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И поэтому я надеюсь, что у нас с вами получится со следующей недели начать изучать законы Месяца Адара и Пурима, так сказать, в ногу со временем. Но именно для этого давайте, как говорится, ничтожим сумятиши. Продолжим по тексту. Мы с вами в самом конце, тут 26 параграфов. Поэтому мы начинаем с 22 параграфа. Это то, куда мы дошли. В двух словах напомню, о чем мы говорили. Последнее на прошлом уроке. Во-первых, мы сказали о том, что как мы снимаем тфилин. В принципе, процесс очень простой. Ровно в 180 градусов в обратную сторону. От того, как вы одеваете тфилин, то это в обратную сторону вы снимаете, включая талит. То есть мы первым одеваем тфилин, потом ручной тфилин, потом головной, потом на пальчик и снимаем в том же самом порядке наоборот. Снимаем с пальца, снимаем левой рукой головной тфилин, чтобы показать, что мы не хотим это делать и нам нравится находиться в тфилин. Потом снимаем ручной тфилин, потом снимаем талит. И когда мы складываем все, нам нужно, чтобы ручной тфилин вкладывался в этот мешочек, в котором мы храним тфилин, после головного. А главное, чтобы он чуть-чуть был выше, не один на другом, а чуть-чуть выше в этом мешочке, для того, чтобы на следующий день, когда мы достаем, мы всегда первыми доставали ручной тфелин, а когда мы складываем уже вместе с талитом, то талит должен быть всегда сверху тфелин, чтобы мы первыми доставали талит, как мы с вами учили раньше о том, что если ты, не дай бог, достал сначала тфелин, так как это более приоритетная заповедь, тебе сначала нужно одеть тфелин, а потом талит, но по правилам мы сначала одеваем талит, а потом тфелин, поэтому, когда храним, талит всегда должен быть сверху. Итак, мы продолжим. 22-й параграф. Я буду читать, переводить, если кто-то хочет следить по тексту. Человек, которому нужно одеть тфелин, то есть человек, которому нужно одеть тфелин, это любой еврей, мужчина старше 13 лет, обязан одевать тфелин каждый день, но вы с бухты-барахты попали в синагогу, там все молятся, а тфелин у вас нету. Такое у нас часто бывает. Должен задержаться до конца молитвы, вплоть до того, что не факт, что он должен молиться вместе с общиной, сейчас объясню, давайте переведем дословно, что здесь говорится. Лучше, что останется после молитвы, когда и у кого-то, общественная молитва, и у кого-то из присутствующих попросит тфелин и прочтет шма и скажет молитву амида. То есть эти две молитвы правильно молиться в тфелин. Но это не то, что мы сейчас сказали, это не значит буквально, что вам нужно просто сидеть и бить баклуши, а нужно молиться вместе с общиной. Давайте прочтем, как это происходит. Лучше потом одеть тфелин и не молиться с общиной и сказать отдельно шма и шма на эсре в тфелин. Но если вы боитесь, что вы закончите молитву после того времени, когда пройдет время чтения креат шма, то есть закончится общественная молитва, и пройдет уже это время, и вы захотите одеть тфелин, что-то делать в таком случае. Лучше прочтить креат шма без тфелин. То есть давайте разыграем сценарий, о чем идет речь, когда вы приходите в синагогу, и там молятся общественную молитву. Общественную молитву нужно участвовать в общественной молитве, одновременно начинать амиду, одновременно читать шма, отмечать душу и куча там многих всяких других вещей, которые мы делаем вместе с общественной молитвой. Но так сложилось, что у вас нет тфелин. Если вы пришли на молитву и молитва, в которой вы участвовали достаточно рано, что время разрешенное для чтения шма, а как мы помним с вами, посмотрите, вторую лекцию в этом курсе на моем канале YouTube, где мы описываем все временные рамки в еврейском законодательстве, я даже там привел целую табличку, и есть определенное время, до которого можно читать шма. Как вы понимаете, каждый день оно немножко другое, потому что расположение солнца по отношению к земле меняется, или земли по отношению к солнцу, в зависимости, что вы считаете за точку отчета. Соответственно, если вы успеете посидеть со всеми на молитве, ответить бору-бору шмой, ответить бору-бору, ответить к душу, но не молитесь как таковую молитву, а главное не читайте шма и амида с общиной, то когда закончится общественная молитва, у вас еще будет время сказать шма и, соответственно, молитву амида, о которой можно говорить даже позже, то лучше подождать и потом взять у кого-то тфелин, одеть и сказать шма и шму найса. Но если вы знаете, что к тому времени, что закончится общественная молитва, пройдет разрешенное время для чтения и шма, а тем более молитва амида, то лучше это помолиться вместе с общиной, а потом одеть фелин, и мы дальше скажем, что нужно в таком случае делать. Но в большинстве случаев, по крайней мере, воскресный миньян, который у нас начинается аж в 9.30, в это время уже точно заканчивается время чтения шма. Поэтому, если вы пришли на такую молитву, во-первых, вам 100% нужно сказать шма до того, мы с вами это обсуждали, для того, чтобы выполнить обязанность читать шма вовремя. Во-вторых, никакой уже проблемы молиться, если у вас нет тфелин с общиной, без тфелин нету, и все, молиться вместе, а потом у кого-то попросите, я уверен, что вам это просто кто-нибудь предложит, и одеть тфелин, и правильно, конечно, сказать шма в любом случае. Давайте посмотрим, что по этому поводу. Если вы волнуетесь, что к тому времени, что община закончит молитва, пройдет время даже чтения молитвы амида, а чтение молитвы амида гораздо позже, чем окончание чтения молитвы шма, опять же, не буду повторяться, посмотрите второй урок в цикле Кициджухана Рух, там мы описываем все детали о том, как и всех временных храмах, когда что заканчивается, когда что начинается. Но если вы молитесь с общиной, и вы волнуетесь, что в том времени, что община закончит молитву, уже пройдет и время чтения молитвы амида, то молитесь с общиной, как положено, а потом потом, когда найдете пилин после окончания общественной молитвы, оденьте их с благословением, несмотря на то, что время чтения шма уже прошло, и скажите пару псалмов или можете даже помолиться минху, сейчас объясню чуть позже, о чем идет речь, но если уже время совсем-совсем прошло и уже ночь, а ночью твилин не одевают, то проехали, сегодня твилин вы не одели. Давайте теперь, как всегда, разыграем сценарий, о чем идет речь. Если у вас нет твилин, нет, не тети, а именно твилин, то твилин, да, можно потерять. Вы пришли молиться в синагогу, или точнее, просто пришли, потому что, как часто бывает, на моей практике люди просто приходят, потому что хотят одеть твилин. То если в этот момент идет общественная молитва, и эта общественная молитва закончится до того времени, когда закончится время чтения шма и молитвы амида, не молитесь вместе с общиной, и просто отвечайте на все общественные моменты, как борху, бургшмой и амейн, и к душу, а потом попросите, я уверен, вам кто-то предложит твилин, оденьте твилин и скажите отдельно шма и амиду. Если вы знаете, что молитва закончится после того, когда истечет время шма, а тем более, то есть амиды, а тем более шма, то тогда это можно, да, сказать вместе с общиной, лучше сказать это без твилин и вовремя, а потом одеть твилин, сказать точно так же благословение, и сегодня принято в любом случае читать первую часть молитвы шма, потому что в ней упоминается заповедь филин. Но если у вас есть такая возможность, когда вы настолько поздно пришли молиться или одеть твилин, что община уже собирается молиться минху и марев, обычно это делится вместе, перед самым заходом солнца читают минху, а после захода солнца сразу начинают молитву марев, то лучше всего то, что сделать, это одеть твилин, сказать благословение, сказать шма, вы твилин, помолиться молитву минху, тогда вы молитесь молитву амиды, и потом снять твилин, конечно же, и помолиться мань. Я даже больше скажу, к сожалению, большая часть еврейского народа, и по крайней мере те, которые, к сожалению, к счастью, слушают этот урок, но, к сожалению, еще не постоянно ходят на общественную молитву, что категорически важно, если вы просто позже одеваете твилин, и уже время молиться минху, то вы дома сами одели твилин, и да, скажите молитву минха, если уже вы говорили шахарис, без твилин, и уже можно молиться минху, никакой проблемы, наоборот, рекомендуется в такой ситуации помолиться молитву минха в твилин. Продолжим дальше. Можно брать без разрешения твилин своего товарища, даже если он не разрешает, но главное вернуть его на то же место, и можно на них благословить, на твилин своего товарища, но нужно быть осторожным, чтобы их сложить аккуратненько, как все было, как будто бы вы не трогали, и главное не выносить из того помещения, где вы взяли твилин. Вот можно сказать, что вы бы с иманши лифнейзе, с лифляня на твилин. То же самое мы с вами обсуждали по поводу твилин в предыдущей голове, то есть без разрешения. Если человек, давайте так, по-другому, если человек оставляет твилин в синагоге, и они лежат в доступном месте, не закрыты нигде, не спрятаны в шкафу и так далее, то вы имеете полное право взять этот твилин, одеть, вы не имеете права покинать помещение, в котором этот твилин находится, и вы обязаны после этого сложить так, как все и было, и положить твилин на место. Для этого не нужно спрашивать разрешение вашего товарища. Но если ваш товарищ в доступе, в WhatsApp, в Instagram, или я не знаю где еще, или просто находится в синагоге, то, конечно же, лучше спросить. И на чужие твилин можно говорить благословение. Мы говорили там по поводу других заповедей, что, допустим, по поводу арбоминим, что они должны конкретно принадлежать тебе для того, чтобы сказать на это благословение, но об этом позже. Продолжим чуть дальше. 23 параграф. Твилин цельхим гуфнаки. Твилин, для того, чтобы одевать твилин, нужно следить за чистотой тела. То есть, если мы грязные, не умытые, не с почищенными зубами, не приняв душ и так далее, или плохо от нас пахнуть, не одевайте твилин. Это неуважение не только к твилин, и не только ко Всевышнему, а просто к окружающим. От еврея, еврей должен хорошо выглядеть, от него должно хорошо пахнуть. И нужно быть очень осторожным, извините за вооружение, что в твилин не пукать. Это тоже неуважение к твилин. Человек, у которого проблема с пищеварением, проблема с желудком, не дай бог понос, ни про кого будет скажено, или какие-то другие сложности со здоровьем. Даже если он чувствует себя нормально, по турме на твилин, он освобожден от заповеди твилин. Потому что такой человек, у которого понос считает, я имею в виду серьезный понос, считается, что он не может следить за своей чистотой полноценно, чтобы это было уважительно к заповеди твилин. Такой человек освобожден от заповеди твилин. Но если человек знает, что он может сдерживаться и нормально, несмотря на свою болезнь, находиться в чистоте во время отчтения молитвы шма и молитвы амида, тогда может одевать твилин. Абаль шара хулэн, но любой другой больной человек, если человек настолько болен, что он не может сосредоточиться из-за своей болезни, из-за того, что ему очень болит, он тоже освобожден от одевания твилин, а если может сосредоточиться, то обязан. О чем идет речь? Мы с вами говорили, что когда ты одеваешь твилин, ты постоянно, даже до такой степени, что периодически их нужно трогать, должен быть сосредоточен и понимать, что ты находишься в боке-токе с Богом. То есть сейчас на тебе одет этот эмплифайер, который усиливает твои отношения с Богом на эмоциональном, напротив сердца, интеллектуальном, между глаз уровне. И поэтому человек обязан постоянно думать, помнить о том, что он твилин. если человек очень болен, например, у него сильно болит нога, даже сильнее, чем она болит сейчас у меня, что ты не можешь от этого отвлечься и сосредоточиться, как, например, я стараюсь сейчас делать сосредотачиваться на вас, такой человек может не одевать твилин. Если человек точно знает, что ему совсем плохо, он не может сосредоточиться, постоянно на твилина, будет сосредоточиться на своем физическом недуге, освобожден от одевания твилин. Есть похожая ситуация, о которой я хочу специально сейчас упомянуть. Мы об этом, естественно, будем отдельно говорить, посвятим очень много этому времени, потому что это очень важные законы, связанные со скорбью. Человек, который скорбит, у которого умер близкий человек до момента похорон, все то время, что не похоронили первого кого-то по ближайшему родству, хотя даже, это идет речь, если это не обязательно по ближайшему родству, то есть first and kin, человек, но вы настолько расстроены по этому поводу, что не можете сосредоточиться, то это называется онэн, человек, который находится в состоянии эффекта, он освобожден от всех повелевающих заповедей, в том числе и от одевания тфилин. То есть момент того, что вы сосредотачиваетесь на одевании тфилин, он категорически важен. Продолжим дальше, 24 параграф. Катан юдэ лишмор тфилин шлопе баэм бишлой ищан баэм. Ребенок, который может следить за собой, чтобы не испражняться, не, извините, наражение пукой, в тфилин и не уснет в них, но только в том случае, если он не будет заходить в них в синагоги, афилу хаяв ликнот латфилин, обив хаяв ликнот латфилин шанихам. Отец обязан купить ему тфилин. То есть давайте сейчас мы говорим, с какого возраста ребенок должен одевать тфилин. По большому счету, мальчик одевает тфилин, и это один из компонентов бармитцевой, с 13 лет, когда у него появляется обязанность выполнения торовой заплаты. Но по-простому, если ребенок понимает, что такое тфилин, осознает это, и он говорит, папа, я очень хочу одевать тфилин, и это ребенок, который может вести себя прилично, то есть не уснет в тфилин, не наделает в дайперсах тфилин и так далее, то ему отец обязан купить тфилин. Это прямая обязанность. То есть можно создать ситуацию, где ребенок начнет одевать тфилин в 6 лет, допустим. Но продолжим дальше. Но сегодня есть распространенная традиция, везде именно так и делают, что ребенок начинает одевать тфилин 2 или 3 месяца до того, как ему исполняется 13 лет. То есть если кто-то помнит у наших детей, кто участвовал в бармитцеве наших детей здесь у нас в синагоге, то за 2-3 месяца есть отдельная церемония, когда ребенок первый раз одевает тфилин. Это то, что называется анахат тфилин. Поэтому тфилин начинает одевать за 2-3 месяца до бармитцевы. Я подчеркну, что в общем-то первые несколько раз одевают без благословения, а когда ребенок сам уже четко может одевать тфилин, то может уже, если он понимает, что это такое, то может еще до бармитцевы одевать тфилин с благословением. 25-й параграф. По поводу одевания тфилин в холомоед. Может быть, вы обращали внимание, иногда заходишь в некоторые синагоги, кто-то в холомоед, имеется в виду в холомоед Песах и Суккот, в тфилин, кто-то без тфилин. Говорит Кисушуха на руку, я переведу, что разделились наши мудрецы во мнениях. Кто-то говорит, что да, принято одевать тфилин в холомоед, кто-то говорит, что не принято. Ну, нормальная ситуация среди наших мудрецов. Но даже те, которые да, считают, что нужно одевать, не должны громко благословлять в синагоге, потому что есть сомнения о том, нужно одевать или нет. Соответственно, если кто-то ответит амейн на ваше благословение, а он идёт по мнению, что не нужно одевать, это как будто бы бесполезное амейн и бесполезное благословение для этого человека. Это не голосовать громко, если вы одеваете в холомоед Песах и Суккот в синагоге, как и во все остальные дни, чтобы другой человек ответил на них, на это благословение амейн. Есть такие, которые считаются и с теми другими мнениями, одевают, но без благословений. Шуханогов есть странную вещь о том, что нужно иметь в виду, что просто ремешки завязываешь для красоты. Я не знаю, кто тфелин одевает для красоты. Ну, конечно, еврейский мужчина в тфелин, он просто неотразим. Но даже те, которые не благословляют, нельзя разговаривать и делать какой-либо перерыв между ручным и головным тфелин, как мы это учили раньше. Но можно отвечать «кадиш к душу» и «амейн» на все благословения. Об этом мы обсуждали с вами в предыдущих параграфах. И нужно быть осторожным, что идти по традиции синагоги, в которую вы ходите, чтобы не сложилась ситуация, где часть людей одевает фелин, а другая часть не одевает фелин, потому что это приведет к нарушению заповеди, что евреи не ругались между собой. Вы же знаете, евреям в синагоге только дай поругаться между собой. Это как в старом анекдоте, кто-то одевает, кто-то одевает, все начнут ругаться между собой и спорить. На этом наша дружба, жвачка между евреями хотя бы в одной взятой синагоге закончится. Поэтому мы должны вести себя в соответствии с тем местом, куда мы пришли. Хочешь, если вы приходите в синагогу, где сегодня в большинстве синагогах фелин не одевают, и вам просто приперло выходить и задеть фелин, выйдите, одеть и фелин себе на здоровье, и не морочите никому ни голову, и не мозольте глаза. То есть мы действительно стремимся к тому, чтобы был мир в той синагоге, к которой мы молимся. Есть синагоги, допустим, как синагога у нас здесь в Бруклине, которая называется Ландус, все ее прекрасно знают, огромная синагога, где так называемая фабрика Миньяна, где постоянно люди приходят и уходят, и приходят люди не только принадлежащие этой общине, имеется в виду, что они приходят туда каждый шават, нет. Я сам иногда, когда мне рано нужно дать лекцию, куда-то уехать, иногда даже в воскресенье, вот в прошлое воскресенье нужно было очень рано уезжать, в 9.30 быть уже в Весчестере. Я поэтому в воскресенье в 7 утра побежал молиться туда в синагогу. В такой синагоге, где приходят из разных общин, нет проблемы, чтобы кто-то да, кто-то нет. Но опять же, мне почему-то кажется, большинство из тех, кто слушает этот урок, тфелин в холомоят или в сукот не одевают. Дай Бог, что мы все одеваем тфелин каждый день, когда положено, поэтому давайте не сильно заморачиваться. И последний параграф раздела тфелин, 26 параграф. Тфелин, который считает, вы знаете, вы купили хороший тфелин, знаете, что они кошельные. Если у вас не портится сам домик для тфелин, то мы предполагаем, что пергамент, который внутри тфелин, тоже остается кошельным, их не нужно проверять. То есть обязанность, историю проверять тфелин только тогда, когда что-то произошло у вас именно с домиком, где-то что-то треснуло, где-то что-то поцарапалось и так далее, мы обязаны проверить и сами тфелин, сам пергамент. В любом случае, желательно периодически проверять, потому что они часто портятся из-за пота, ты одеваешь, потеешь, просачивается вода, не забудьте, что это кожа, это не пластик и не дерево, и может из-за этого испортится пергамент, который внутри, поэтому периодически нужно проверять. Сейчас мы с вами поговорим о том, как часто. Если вы не постоянно одеваете тфелин, они у вас остаются новенькими и незатертыми, и ремешки у вас еще твердые, не гнутся, потому что они как только из магазина, то в таком случае нужно проверять их минимум два раза за семь лет, что может быть что-то с ними произошло. Но сегодня есть традиция, по крайней мере, распространена в Хабаде, проверять тфелин каждый год перед Роша Шана. В этом есть и определенный мистический смысл, что тфелин – это наши, как я уже сказал, воки-токи с Богом, и хорошо бы проверить наши воки-токи перед Роша Шана, когда решается наша судьба на грядущий год. Но, в принципе, если вы не пользуетесь постоянно тфелин, то нужно проверять их два раза за семь лет, ну, хотя бы раз в три года, даже если вы пользуетесь каждый раз, хорошо бы проверять, а вообще правильно проверять, самое лучшее раз в год. Единственное, что не тяните с этим до самого Роша Шана и Йонг-Кипура, потому что тогда будет большой наплыв, там просто стоят очереди, это занимает много времени. У меня даже появилась несколько лет назад такая идея, сегодня, в этом году она была нелевантной за пандемией, было все очень сложно, но раз в году незадолго до Роша Шана привозить с Йонг-Кипура полностью всю мастерскую к нам в синагогу, чтобы все, кто хочет, за один день могли за одно какое-нибудь воскресенье, за две-три недели до Роша Шана прийти, проверить тфелин, им зашьют их обратно, и никуда не нужно ходить. Но это, дай Бог, в этом году мы это воплотим в жизнь. Если порвался сам домик, вот эти нитки, которые мы шьем, или что-то в нем треснуло, обязательно сразу бегите, нужно проверять тоже и сам пергамент. Если не дай Бог, тверин упали в воду, ни про кого не будет сказано, то сразу нужно их проверять, и, скорее всего, они стали у вас некошерными. В любом случае, если у вас нету кого-то, кто под рукой, кто может вам их проверить, я имею в виду не просто показать Ашеру, что он сказал, кошерные или нет, а именно сдать мастерскую, чтобы их открыли, посмотрели, зашили. Если у вас нету кого-то, кто может так сделать сразу под рукой, то даже если вы видите, что домики рассохлись, испортились и так далее, лучше их одевать без благословения, чем не одевать вообще. А если ваш тверин в целости и сохранности, и некому их просто проверить, но они выглядят абсолютно кошерными, то можете спокойно, сколько угодно, одевать их с благословением. При этом я подчеркну, что важно проверять тверин хотя бы раз в год. На этом мы почти закончили закон тверин. Я хочу сказать, что я коснусь этого момента в конце по поводу популярнейшей темы сегодня «Женщины, которые одевают тверин». Хочу подчеркнуть, нету, не существует запрета женщинам одевать тверин. Это можно делать, но Шулханору говорит конкретно, что женщины, которые хотят одевать тверин, лучше их от этого отговорить. Если дальше говорится, что женщина, ну просто вот не могу, ей очень нужно одеть тверин, потому что это вот ее служение всевышнему, и она соблюдает уже все остальные законы, скромно одевается, шабы, скоши, чистота семейной жизни и так далее, то тогда никто не имеет права им это, женщине это запретить. И в течение нашей истории были великие женщины, которые, да, одевали тверин, ну как минимум дочки величайшего комментатора Раши. Все знают, что они одевали тверин. Я сейчас не говорю о всяких этих странных, не будем говорить даже, явлениях, когда женщины, то, что мы видим, барби в тверин или женщин, которые одевают тверин, поэтому нет никакого отношения к еврейскому законодательству, а политикой я не занимаюсь. Но почему женщины не одевают тверин? Потому что женщины освобождены от выполнения всех повелевающих заповедей, как мы с вами раньше говорили, которые зависят от рамок времени. Тверин можно одевать только в определенное время и, кроме того, в праздники и в шаббат их не одевают, поэтому женщины освобождены от одевания тверин. Кроме того, одна из причин, некоторые из мудрецов говорят о том, что причина, почему женщины не одевают тверин, потому что женщина просто по своей физиологии не может всегда постоянно следить за чистотой своего тела, несмотря на то, что женщины точно так же еврейский закон рассматривают несравнимо более чистоплотные, чем мужчины. Но я вам скажу честно, здесь все почти взрослые люди, поэтому могу абсолютно четко сказать, это считается просто нескромным. Я сейчас не говорю не только о форме одежды. Женщина должна одеваться скромным для того, чтобы одеть тверин, а одеть тверин – это, естественно, закатывать выше локтя руку, и поэтому это проблематично, и поэтому женщины, которые, да, великие женщины одевали тверин, они делали это не в синагоге со всей общиной, а тихонечко себе одевали тверин и тихо подчиняли свой примус. Но это не то, что происходит сегодня у нас в местах не столь отдаленных. Но есть еще одна очень важная причина, потому что женщина, когда у нее месячный, она не может одевать тверин, потому что просто, естественно, в физиологии тела не может, женщина не может быть в такой же чистоте, которая достойна до одевания тверин. Одна из причин, что мы говорим благословение мужчины утром, что не сотворил меня женщина, это просто потому, что у мужчин нет уже месячных, и поэтому можем одевать филин. А если женщина будет одевать филин все те дни, когда кроме тех, которые у нее месячные, это будет не скромно, не обязательно всем сообщать, что у нее месячные. Поэтому сегодня женщины не одевают филин, потому что, а, у них нет в этом обязанности, так как это заповедь связана со временем, б, опять же, из скромности. Но если, дорогие женщины, если вас есть те, которым, ну вот просто, по-самому не хочу, очень нужно одеть филин, то, извините, у тебя на инстаграме почему-то отключилось видео, то, пожалуйста, дайте мне знать, мы с вами об этом поговорим в отдельном порядке. На этом мы сегодня остановимся. Мы закончили с вами, молодцы, всю десятую главу прямо перед шаббатом. Всех поздравляю с новым месяцем, месяцем Адар, увеличивайте в радости изо всех сил. И на следующей неделе мы сделаем скачок. И с понедельника мы начнем учить именно законы месяца Адар и Пурима, в преддверии праздника Пурим, перескочим намного-много, на сотню, не больше, чем сотню глав вперед. Надеюсь, всем будет интересно. Так что присоединяйтесь в понедельник. Но всем в любом случае хорошего месяца. И шаббат шалом. Если у вас есть вопросы на Фейсбуке, то пишите комментарии к этому видео, с удовольствием отвечу. А те, кто у нас на Зуме, могут задать свои вопросы сейчас. Продолжение следует...